За плохое масло получил реальный срок. В Ленинском райсуде вынесли приговор Станиславу Фролову, который поставлял соц. учреждения области некачественные продукты. Фролову признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении госконтрактов. По данным следствия, от его действия пострадали областной онкодиспансер, больницы, школы, детсады и роддома. Всего 25 учреждений региона. Как установил суд, полгода с декабря 2016 по июнь 2017 предприниматель в корыстных целях поставлял по госконтрактам бюджетной организации под видом сливочного масла растительный спред. Путем обмана соответствующих должностных лиц в учреждении заказчиков, полномоченных на заключение исполнения договора в поставке, включая приемку товаров и продуктов питания, предоставив заведомо неполную и недостоверную информацию о товаре, похитил бюджетные средства в особо крупном размере посредством поставок от имени подконтрольных организаций, не надлежащего, менее дорогостоящего товара под видом масла сливочное. Причиненный государству ущерб от действий Фролова оценили в 6 миллионов 100 тысяч рублей. Эти деньги предприниматель уже вернул. Фролов вину полностью признал. Сотрудничал со следствием, но все равно получил реальный срок лишения свободы. Жена подсудимого не смогла сдержать слез. По мнению защиты, такой приговор слишком суров. Проблемному поставщику, который поставлял детям некачественное масло, назначили три года колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. Половину от этого срока Фролов уже отсидел в СИЗО и под домашним арестом. Теперь адвокаты подсудимого будут обжаловать приговор в надежде на условное наказание. Фролов впервые привлекает с уголовной ответственности за поступления, носящие экономический характер. То есть у него большое количество смечающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств. Он как личность характеризуется положительно. Кроме того, если посмотреть судебную практику по аналогичным делам, то за данные поступления, с учетом всех обстоятельств дел, конечно, он мог иметь право получить условное наказание, чтобы он остался со своей семьей, со своими детьми. У него осталось на жилье не мать, пенсионер. То есть непонятно, кто за ним теперь будет ухаживаться. Продолжение следует...